Она мечтает стать врачом, лечить и спасать жизни, но сама очень нуждается в помощи. Корреспонденты телеканала ПТВ побывали в гостях у Кристины Худорожковой. У девочки врожденный порог развития спинного мозга. Ей необходимо лечение и обследование в московской клинике. О том, как маленькая девочка мечтает научиться ходить. Репортаж Никиты Нехорошкова. Ее заливистый звонкий смех, как и она сама. Яркий лучик солнца в любую непогоду. Маленькая Кристина очень активный, жизнерадостный и на первый взгляд самый обычный ребенок. Но только за свои 4 года девочка еще не сделала ни одного шага. У малышки врожденная патология, спинно-мозговая грыжа позвоночного отдела и ряд сопутствующих заболеваний тазовых органов. Говоря не медицинским языком, передвигаться Кристина может только ползком. Все, что ниже колена, она не чувствует. К тому же из-за осложнения с почками вынуждена все еще ходить в подгузнике. На операционный стол девочка легла сразу на следующий день после рождения. Всего за 4 года малышка перенесла 3 операции. Частично медики смогли ей помочь, но поставить на ноги Кристину пока не удалось. Но мама не теряет надежды. Хотелось бы, если есть какой-то шанс, Кристина сама встает. Она сама в принципе передвигается. Она может залезть на диван, на кровать, на стул. Если есть возможность как-то, чтобы она ходила, облегчить ее жизнь, то конечно мы все для этого делаем. Надежду родителям дает и сама Кристина, которая не любит, чтобы ее жалели и старается все по возможности делать самостоятельно. К тому же научиться ходить ребенок хочет и ради своей заветной мечты. В будущем малышка решила стать детским врачом и помогать таким же, как она, больным детям. Давай послушаем. Дыши. Не дыши. Дыши. Не дыши. Все. Я здоров? Да. Еще колышку. Дыши. Давай. Все. Шансы вылечить Кристину есть. Девочку вместе с мамой пригласили в московскую клинику, где ей займется целая команда специалистов. И есть предпосылки, что исход будет удачным. Ведь не за горами школы, а пойти в первый класс Кристина намерена на своих ножках. Все, что нужно будет платно делать, то конечно мы будем это делать платно, но чтобы Кристину поставить на ноги, чтобы она в школе уже шла своими ногами и без памперсов. Основная проблема это не то, что мы не ходим, а это памперсы, потому что это очень-очень сложно. Сейчас почти все деньги семья Кристина откладывает на поездку в Москву. Уже накопили 200 тысяч. Однако необходимо еще почти 500. Такие деньги самостоятельно родителям девочки удастся собрать только спустя пару лет, а времени терять нельзя. Сбор средств организовал Русфонд. Помочь Кристине можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Никита Нехорошков и Михаил Пиранков. Служба народных новостей.